Около 3 миллиардов сеньги дополнительно выделят для поддержки многодетных и малообеспеченных семей Алматинской области. Об этом на отчетной встрече с населением региона рассказал глава края Амандык Баталов. В первую очередь средства направят на решение жилищного вопроса данной категории населения. Также предусматривается льготное подключение к природному газу. Выделять 100 грантов на обучение в вузах детям из малообеспеченных и многодетных семей. А чтобы все нуждающиеся семьи получили перечень услуг, Аким области поручил руководству районов и сельских округов составить электронную социальную карту. Какие еще проекты начнут реализовываться в нынешнем году в Алматинской области, расскажет Асем Кощегулова. Время подводить итоги. 2018 для Алматинской области запомнился яркими достижениями и долгожданными событиями. Пожалуй, самое яркое из них – Раимбекский район, поделили на две административные единицы. Это в первую очередь скажется на благосостояние населения. Кстати, численность ЖТСУ в прошлом году достигла 2 миллионов человек. Рост наблюдается в каждой отрасли региона – в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве. 574 миллиарда тенге привлечены инвестиции в регион. Запущены два крупных завода. Один по производству насосного оборудования «Вуила» в Ильинском районе, другой – «Маревенфуд» в Капшигае. Он производит полуфабрикаты. В нынешнем году их ряды пополнят еще три крупных предприятия. В результате объем экспорта вырастет на 6%. В Ильинском районе российской компании «Лукоил» будет введен ввод в эксплуатацию производства свазочных материалов мощностью 21 тысяч тонн. В Кирбулатском районе с участием в Сингапуре китайской компании запускаем цементный завод «Алацем» мощностью 1,2 миллиона тонн цемента в год. Компании «Феникс» и «Заря» Объединенных Арабских Эмиратов строятся два комбикормовых завода на территории СС «Харгос» в Восточные ворота мощностью 60 тысяч тонн в год. Сельское хозяйство – драйвер экономики области. Житесузские свекловоды собрали 442 тысячи тонн сладкого корнеплода. Куксузские и Аксузские заводы произвели 42 тысячи тонн сахара. Свеклу в ближайшем будущем начнут принимать Аллакольские и Искельдинские заводы. Планируется их реконструкция, а также строительство подобного предприятия в Капшигае. Таким образом, Матинская область реально возвращает себе былую славу самого свекловодческого региона страны. Еще один агропроект успешно внедряется в Раимбекском районе. В ушедшем году там засеяли 100 гектаров картофеля. Продолжается реконструкция ирригационных сетей. В планах в нынешнем году ремонт 25 тысяч гектаров. Выполнила область еще одну амбициозную задачу. Запущено 100 новых предприятий малого и среднего бизнеса и создано свыше 31 тысячи рабочих мест. Количество туристов достигло 2 миллиона человек. В том числе озеро Алакуль в прошлом году посетило 1 миллион. Будут проведены реконструкции взлетно-посадочной полосы. Военный аэропорт нам передали. Берегрепительные работы, уже тендерные процедуры заканчиваются. А также построены сети дополнительно водоснабжения и канализации. В начале года уже открыли первый горнолыжный парк «Ой-Карагай лесная сказка» с объемом инвестиций 30 миллиардов тенге. 2019 год пройдет под эгидой рост благосостояния населения, повышения доходов и качества жизни. В первую очередь это доступное жилье. В прошлом году введено 713 тысяч квадратных метров жилья. Но этого мало, учитывая, что в очереди сегодня стоят 43 тысячи человек. Поэтому в 2019 году в рамках программы «Нурлузер» мы планируем ввести в два раза больше порядка 80 тысяч квадратных метров жилья по программе. В том числе будет построено 42 тысячи квадратных метров кредитного, 32 тысячи жилья арендного, 5 и 2 тысячи квадратного жилья коммунального. Всего 924 квартиры. По программе 7, 20, 25 определены 26 массивов, где до 2025 года планируем построить 4 миллиона квадратных метров жилья. Квартиры получат около 104 тысяч семей. Собрать первоначальный взнос на приобретение жилья по программе 7, 20, 25 ЖДСУСом поможет Акимат. Людям начнут выдавать сертификат на миллион тенге. Воспользоваться такой поддержкой смогут не только сотрудники бюджетных организаций региона, но и многодетные и малообеспеченные семьи. Будет создана социальная карта Алматинской области. В планах также строительство центров обслуживания населения по принципу одного окна. Для многодетных семей в областном центре начато проектирование двух многоэтажных жилых домов и будет представляться жилье также в коттеджном городке. По программе 7, 20, 25 выделяем жилищные сертификаты. Один миллион тенге. Мы заложили только на этот год 300 миллионов тенге. Предусматривается бюджетное подключение к природному газу. Безвозмездно будут установлены датчики угарного газа в 16 тысяч частных домах. Будет ежегодно выделяться 100 грантов для поступления в высшие учебные заведения детям из многодетных семей. Дети из малообеспеченных семей 100% будут обеспечены бесплатным и горячим питанием в школах. Для многодетных семей будет предусмотрен бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Предусматривается субсидирование питания в детских садах для 21 тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей. На это из бюджета мы выделяем 1,2 миллиарда тенге. В инфраструктуре особое внимание. Почти 80% автомобильных дорог области находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Ежегодно на их ремонт выделяется свыше 30 миллиардов тенге. Самый высокий показатель по республике и уровень обеспеченности централизованным водоснабжением. На благоустройство области направлено 11 миллиардов тенге. Продолжается работа по газификации населенных пунктов. Многие из житесусов уже ощутили на себе преимущество голубого топлива. Уровень газификации сегодня уже составляет 30%. Газифицировано 143 населенных пункта, где проживает 798 тысяч человек. Построен магистральный газопровод до города Текили. За счет частных инвестиций начато строительство газораспределительных сетей в самом городе, а также в Ескельгинском, Куксуйских районах. Для газификации Балхашского, Хараташского, Кербуласского районов завершено строительство агрессорезек Баханас Агрессу Штобе, которые будут введены уже в этом году. Подключения к природному газу в городе Талткурган все равно остаются низкими. На сегодня подключено около 2600 абонентов. По поручению президента снизили тарифы на подключение в жилых домах с 30 тысяч тенге до 8 тысяч тенге. В текущем году свои двери распахнут сразу 6 школ, 65 детских садов. Ведется строительство 12 объектов здравоохранения. Начнут работу еще 58 участковых пунктов, совмещенных с жильем. Большинство проектов реализуются в рамках государственного частного партнерства. 2019 объявлен годом молодежи. Это новые возможности в получении доступного и качественного образования, работы и жилья. К примеру, в нашей области за три года планируется обучить 12 тысяч молодых ребят основам бизнеса. Так они смогут начать свое дело. Планируем открыть во всех районах и городах 20 современных центров обслуживания, как в городе Талткурган. Кроме того, в целях привлечения молодежи в село каждому молодежному ресурсу будет выделено 10 гектаров земли. И на этих участках они будут выращивать сельхозкультуры, а вырученные средства хотят направлять на решение своих вопросов. Например, покупка спортивного инвентаря, установка стрит, воркаутов, открытие кворинг-центров, интернет-библиотек. Талткурган растет и просветает. Ежегодно в областном центре открываются новые объекты, которые становятся достопримечательностью города. В прошлом году построены две школы на 1200 мест. Музыкальная школа, новый драматический театр, центр неонатальной хирургии при областной детской больнице. Не менее амбициозны планы на нынешний год. Начнется строительство плавательного бассейна и первого студенческого общежития в микрорайоне Каратал. Итоги подведены, планы намечены. Алматинская область готова успешно выполнить новые поручения главы государства, отметил Аманда Кбаталов.